доброе утро ой доброе утро господи добрый день уже время 3 часа добрый обед да не синий муж принес букетик она просто так поставили его чтобы покажу букетик гулял ой гулял в этом гулял в поле в поле гулял сегодня перенес вот такие вот цветочки букетик полевых цветочков смотрите как красивый такс прям прям ландшафтный этот ну короче вкус вкус у него есть у свете туда вот вот эти вот он говорит эти цветочки говорит были вообще единственный экземплярием и к этим цветочком он сообразил остальной букет такой голубенький кстати какие голубенькие красивые желтеньким композицию это мы у нас не было базы подходящие и я взяла на зубочистке его повесила чтобы он совсем не утонул туда не утоп с вами посмотрим что делает наша мама наша мама поливает цветы присаживайтесь сегодня наполола тут что-то вот на тюга мовые кислоты нету на аптеку я заказала таблетки вы не заказала кинул в корзину таблетки они дешевле чем там 28 штук тебе как раз на месяц надо дай батя тебе на месяц они по 400 рублей она предлагала за 600 рублей вот а этих нету короче у ампулу а вам было просто имею ввиду да это надо заехать в аптеку тогда и взять я вечером буду оформлять заказ мне катя не должна еще витамины b добавить может она мне выберется аптеку вы витамины какие-нибудь вот если это то он кого кислотой а сколько она пьется вообще положено сколько и пить после ампулу а нужно пить по месяц и все после ампул месяц больше не надо что ну да месяц говорит то есть и уколами тобою даешь большую дозу а потом ты просто это не а наш тех предлагала уколы взять в аптеке купить их можно так а это табачи сам никитон сам делает машину машина не памяту ли она разугрошенная то ли нарисую хочу на машине что-то нарисовано было здесь что ли где вы там где вы там ремонтирует нас разбираешься машине это машины никитос рабочая лошадка а что случилось у вас здесь рассказываете ну что вот в данный момент вы в колесе делаете что вы делаете быть за пружинку здесь одна хрень цепляет и свистит когда едет да и устраняем понятно чуще говорил никита на улице у нас очень холодно сегодня прям вообще холоднее чем вчера даже было трещи какой-то холодный походим в костюмах и это блин начало июня мы уже знаете может пересмотрели поездку в еленжик короче не буду я ничего планировать ничего не буду рассказывать короче как все сделаем так и сделаем мне кстати заказ фаберлик должен прийти на днях на медне иногда сможем договориться когда выезжаем что мамусь нет тут пытаюсь допить чтобы тебе сюда налить но ромашка не чувствуется да я вот сюда сейчас долью да и все так вышли мы ну хочешь и переодевайся я пока пойду ты меня где-нибудь поймаешь там резиночку за ду завод для волос возьмешь да какой-нибудь либо у мамы либо у мамы в спальне и там стоит лак для волос такой на ней насажены резинки красота не могу а ведь бы такой вот дом как у родителей в саратове блин вообще я поменяла бы квартиру на такой дом с большим удовольствием где-то в какой-то ложбинки мамка сказала но и синий вот вас есть совершенно не хочется пойду там чё вы бычки забирались мы в жирмаск сегодня никак так и не собрались привет товарищи эти кости по эти кости поделись за кене или зака маленький альбинос такой перед на капитошку похож может на капитошку похож альбинос вот этот вот и чё то я не знаю сможем прохладно как так давай не пойдем и по и завтра поедем так вот мы очень быстро меняем эти решили сходить на выгон за грибочками ну потому что что еще делать мама горит какой-то ложбинки здесь они какой-то ложбинки жарко и тут отремонтировали не машину чем там ремонтировали этот сейчас он ее будет мыть вот гулять посмотрела лекцию девчонки сейчас фаберлик лекция вот и так вообще там круто отзывались об эфирных маслах у нас появились однокомпонентные эфирные масла и такие вообще отзывы по ним отличные оказывается нас эфирные масла нереально стопроцентно натуральные мы вышла эфирное масло лимона эфирное масло чайного дерева вот и эфирное масло лаванды лаванда из франции чайное дерево юар и лимон из италии и сейчас как раз итальянское масло лимона со скидкой 50 процентов несмотря на то что у меня масло лимона есть я очень хочу купить они сейчас рассматривают импер импортозамещение блин и муж одел как шапку страшно они сейчас рассматривают импортозамещение а например лаванду они хотят не из франции на кубани есть лаванда то есть они смотрят насколько качество французской соответствует нашему российскому естественно сейчас будет импортозамещение и они нашли на кубани но я все равно хочу французской например закупить у нас тем более очень классная акция будет в 10 каталоге делаешь заказ на тысячу рублей у тебя дается купон и ты за этот купон можешь купить со скидкой 50 процентов один продуктом из какой-то категории и там вот наверное акция это будет кратная купоном например если тебя будет 3 купон например заказ на 3000 денешь 3 купона у тебя будет и ты сможешь три продукта со скидкой взять про 50 процентов из определенной категории и такая же точно такая же акция будет в одиннадцатом каталоге то есть если ты в одиннадцатом каталоге делаешь заказ на тысячу рублей то тебе будет купон положен и можно будет воспользоваться в следующем каталоге в двенадцатом и там как раз входит продукта ароматерапия. Я давно уже свечи хочу взять. Прям не могу. Я смотрю на эти свечи. Мне так хочется эти свечи взять. И еще плюс ко всему хочу эфирных масел набрать. Лаванда обязательно возьму французская. Несмотря на то, что у меня есть лаванда масла, все равно хочу его... Ой... Первый раз свежевагончики выставили сюда. Вот. И... Короче, все эфирные масла хочу наши взять. Появится еще масло эвкалипта и масло пихта. Особо ничего мы не набрали. Ну вот, только если там посушить и на супчик. На небольшой, конечно, супчик. Этот Олешка покоряет телочку молодую. Олег покоряет молодую телочку. Это телочка, кстати. Похож на нашего капитона. Да, похоже на нашего капитона. Такая она игривая даже. Передней лапой чешет копытом этот... Слушай, можно назвать Олег с телочкой. Сейчас давай. Олег и телочка. Ну-ка, смотри сюда. Слушай, ты можешь даже в ВКонтакте у себя это. Сейчас мы тут пришли встречать. У меня тут пару пунктиков, что нужно успеть сделать до отъезда. Нам осталось, в принципе, немножко. Поэтому надо все за это время успеть. И один из пунктов был... Помните, когда еще в дни этого одиночества... Не одиночество, как это сказать... Когда дна жила. В дни свободы. В дни свободы. Вот. Я всегда приходила вот сюда вот на гору и провожала закат. Всегда приходила здесь, подолгу сидела, вам снимала видеоролики. Сейчас я сижу не одна. Мы вот здесь присели с мужем. Вот. Это один из моих этих пожелалок. Один из пунктов. На заставочку пойдет. Будем есть те грибы, которые мы собрали сегодня. То небольшое количество грибов, которые мы сегодня откопали. И мама, да, и мама вот с них сделала даже картошечку. Представляете? И хватило даже на картошечку. Мама обещает, что машина станет самым доступным мобилем на российском рынке. А саму модель... Ты грибков хочешь? Давай, выберу тебе грибков. Не, не надо мне грибков. Помощь. Не надо, не надо. Ну, не надо, значит. Ну, не надо. Смотрите. А мы сейчас на ночь глядя. Решила мама сделать... Ну, закислить молоко. Что? Закиснуть. Как? Заквасить молоко. Вот. И мы используем вот этот вот пребиотик. Мама сейчас нагрела. Мы не стали кипятить. Там нужно прокипятить. Потом остудить до нужной температуры. Она просто знает уже. Закипятила. Взяла вот этот вот пакетик, который пребиотик 25. Он подходит как раз там на литр. Ну, можно побольше молока. Насыпает вот так вот мелкой струечкой. Вот таким вот образом. А, это закваски Багздрав. Есть пробиотические закваски. Есть закваски Ряженка. Ну, я вам сейчас сяду на улицу. Расскажу поподробнее. Вот так вот он засыпает и укутывает в полотенчико. И у вас кисломолочный продукт. А это самый богатый по штаммам пробиотик. Готов дома. То есть не нужно кисломолочку покупать в магазине. Ну, еще подробнее дойду. Тогда улице расскажу вам. Ну, так вот. Короче. Тут вы мало чего видите по поводу вот этих вот заквасок. Как я заказывала их на сайте Багздрав. Я вам оставлю ссылочку. Вообще, я кисломолочку стараюсь не есть. По-моему, все равно. Так, ладно. Куда камера перевернута. А, ну, все, сейчас получше, по-моему, да? Вот. Это я тут себе налила этот чай. Вечерний сбор. Решил тут в блокноте написать. Ну, что-то уже не сил нету. Хочу просто потупить. Я вот здесь лежу, накрылась вот так вот пледом. Мало видно. Вот так вот. Лежу здесь, короче, под пледом. Смотрю на звезды. Вот. По поводу вот этих вот заквасок Багздрав. Заказывала их на сайте. Ссылку оставлю внизу. У вас еще будет скидка 10%, если захотите сделать заказ. Я не ем кисломолочку практически. Ну, бывает. Но это крайне редко. Прям вот совсем по такому сильному желанию. А так я не люблю молочку из магазина. Не особо верю в натуральность. Капитошкин. Мой бы сюда даже решится запрыгнуть. Не особо верю в натуральность. Что-то мне все время кажется, что из какого-то порошкового делают... Ну, у нас нет столько коров, чтобы делали столько кисломолочки. Ну, и все равно там бактерии долго не живут, да. Они практически мертвые. И поэтому вот эти вот закваски я периодически покупаю. Их можно пропить как курсово. Например, вот гармония для женского здоровья я беру. И в течение там 50 дней пропиваю. С утра растворяю в теплой водичке. Натощак пью. Вот. Так и можно делать из них всякого рода кислое молоко. Вот. И то, что вот мама сегодня делала, это закваска самая мультиштаммовая. Там 25 штаммов пропионокислых, лактобактерий и еще каких-то бактерий. 25 штук. Это самая сильная закваска. Вот. И вот можно делать дома. Если у вас есть йогуртница, вы в йогуртнице заквашиваете. Можно покупать какое-то фермерское молоко. Ну, вот на рынке привозят. Либо, вот как мама делает, она доводит молоко до определенной температуры и потом всыпает туда порошочек вот этих бактерий. Только молоко не очень сильно горячим делайте, иначе они у вас там не приживутся. Вот. И все. И вот она на ночь оставляет, укутывает теплым одеялом. И на следующий день получается кисломолочный, очень вкусный продукт. Вот. У меня все были мысли йогуртницу как-то купить. Но вот в той квартире, в которой мы живем, маленькая нам, мало что помещается. По-моему, спутник летит. Я сюда вот специально вышла. Посмотреть на небо. Здесь какие-то летающие объекты всякие интересные есть. Не похожи ни на самолет, ни на спутники. Так вот. Во-первых, если у вас, перескакивая она на другое, если у вас, допустим, вы курс антибиотиков проходили, или нужно восстановить микрофлору кишечника, потому что у нас, допустим, мы едим какую-то еду, а у нас не усваиваются все равно ни витамины из еды. Если вы пьете витамины, они могут у вас не усваиваться, потому что плохо работает желудочно-кишечный тракт. И вот для восстановления работы желудочно-кишечного тракта нужно вот пребиотики употреблять периодически, восстанавливать микрофлору, или вот, допустим, заквашивать кисломолочку и там периодически ее употреблять. Ну, либо постоянно. Чтобы заселялось, постоянно поддерживать микрофлору нашего кишечника в здоровом таком виде. Периодически его чистить и периодически его заполнять всякими разными полезными бактериями. Ну, вот такой вот вам экскурс. Поэтому недорого получается, недороже, чем если вы будете покупать даже дешевле вот эти всякие восстанавливающие лактобактерии покупать. Они есть разные для поддержания здоровья женского, для там сердечно-сосудистой, даже система из кардиослим для похудения. Разные кисломолочные бактерии за разную сферу отвечают у нас. Ну, короче, как-то так. Поэтому вот всем вообще от души рекомендую. Делайте дома, заквашивайте дома. Есть разные там ряженка, мацони, ацидофилин, нарине. Есть закваски, а есть пробиотические культуры. Закваски, они делают всякие кисломолочные, всем нам известные продукты. Ну, вот, опять же, как ряженка, греческий йогурт, мацони и так далее. А есть пробиотики, они по назначению определенной, ну, по направленности здоровья, гармонии, например, для женского здоровья, слим для похудения и так далее. Вот. Пакетики недорогие, там по 70 рублей на литр молока, 1 литр макаллака покупаете. И вот живые бактерии, потому что все равно в кисломолочке, они не сохраняются. Если вы йогурт какой-то берете, в бутылочке, то там уже нет такого количества полезных бактерий, как, допустим, вы свежий, свежий, свежий приготовить кисломолочный продукт. Субтитры создавал DimaTorzok